Юра, Юра, тебе список гениев, чтобы ты их, значит, раскритиковал. Внимательно. Сорокин, Лимонов, Дугин, Хайдегер, Тарковский, Хованский, Сармат, Ильдар Багунов, Евгений Головин, Роман Сенчин, Достоевский, Анитша Пилмачу. Ну, понятно, он использует часть тех, кого я реально считаю гениями, чтобы, как бы, я не мог их раскритиковать, и я их не буду критиковать, но часть могу разъебать, прочитай-ка еще, огласите еще раз весь список, пожалуйста. Сорокин, Лимонов, Дугин, Хайдегер, Тарковский. Так медленнее, дизлексик, ебаный, Лимонов, Сорокин, Лимонов. Лимонов не респект, блядь, это понятно, и не из-за того, что он там негру пищу сосал. Сорокин тоже хуйня. Ты, пидор, блядь, хуйня, блядь, а Сорокин нормальный чел. Дугин, ну, Дугин сумасшедший, это объективно, блядь, я... Ну, я не согласен. Серьезно? А ты смотрел его видосы вообще? Конечно. Очень много мне его лекций заказывают регулярно причем. А ты видел самый смешной его видос, которые никогда не заказывали, где он про блогеров говорит? Неужели тебе ни разу не... Видел, видел, и про блогеров тоже. И про блогеров? Ну, ты не считаешь этого человека безумным? Нет, я считаю, что он, наоборот, все правильно сказал. Нет, как раз на лекциях он, может, более-менее адекватен в своем безумии. Ну, вот именно про блогеров, блядь, когда он говорит... Именно про блогеров все правильно. Слушай, ну, может, ты по этому бороду и отращиваешь, и... Ну, я его не отращиваю, я просто не скригу. Ну, по-моему, он безумный. Дугин объективно... Нет, он очень, очень, как сказать, отдает себе отчет в том, что он говорит. Да, если бы диванные политики попадали под категорию людей, которые, блядь, разбираются в том, что говорят, то да, он бы осознавал это. Но вообще он, по-моему, просто безумный хуебес. Мое мнение. И еще, обрати внимание, какой он злопамятный. Он даже злопамятнее меня. Его Пелевин спародировал просто в одном образе. И он... Я вот видел несколько лекций, и он всегда так презрительно говорит, но это только читатели Пелевина могут вот так... Мне кажется, он не за это Пелевина хуесось, а за то, что Пелевин это европейский буддист, который не любит там нитши. Думаешь? А вот ты думаешь? Или все-таки за то, что Пелевин ввел Дупина и обосрал, блядь, Дугина? Он не только Дупина вводил, у него Дугин есть еще и там, я не знаю, в Generation P и много тех есть. Правильно. И он все равно везде переименован в Дугин, блядь. Ну, в общем, не любят они друг друга. Ну, да, 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 да. Но неужели ты думаешь, что это Пелевин виноват в том, что он так... По-моему, мне кажется, что просто Дугин очень сумасшедший. Он как Максим Доши в этом плане, вот про него это. И он всегда приводит Пелевина, как вот прям лакмусовую бумажку такой хуйни, типа, что... Ну, уж, конечно, фанат Пелевина-то, блядь, он не поймет, о чем я говорю. Как будто, знаешь, нельзя читать Пелевина и понять, блядь, Дугина. По мне так наоборот, ну, Дугина понять проще простого. У него мысль-то, блядь, как у этого Шарикова ебаного, блядь, злобного просто и начитанного. Пелевин, это Пелевин. Ну, в общем, не понимаю, почему-то на его стороне, блядь. Это нихуя не гений. Вот в этом списке... Я не говорил, что он гений, но я не считаю, что он психически больной. Беседа-то была к чему-то. Донатор скинул список гений-не-гений, чтобы их раскритиковали. Ты уступился за Дугина? Конечно. То есть он гений? Ну, смотри, если мы берем современную философию русскоязычную, да, там, русскую религиозную мысль в 21 веке, и мы думаем о том, кто из них останется в истории, да, там, в учебниках по истории и философии, то Дугин скорее гений, потому что он там останется. Знаешь, где останется Дугин? Своими концепциями, какие бы они ни были странные, там, про кибелийское начало и прочее. Дугин останется в учебниках по философии, нацарапанном гелевой ручкой, на полях страниц, что типа... Ну, кстати, когда были греко-персидские войны, там, греки, по-моему, сожгли храмки Белы где-то, и, в общем-то, в итоге их обвинили в святотатстве, и царь Дарий, и потом... Сказал, что он им долго будет мстить. Царь пиздарий, ты просто зауебанулся. Не, ну, Дугин скорее гений, чем нет, но я не... Дугин скорее ёбнутый, чем нет. Я верю в то, что... Ну, гения очень многие, они ёбнутые. Окей, но ты не можешь отрицать, что он просто ёбнутый сумасшедший. Нет, он не просто ёбнутый, там есть ёбнутость плюс ещё что-то. Он бороду отращивает не из-за того, что её не стрижёт, как ты. К тому, что, чувак... Ты считаешь, что вся проблема в Браге? Да, ты, возможно, другие какие-то лекции смотрел. Он увлекается, понятно, геополитикой, русской душой, но он ёбнутый наглухо. Это... Ну, ты можешь как-то рационализировать это утверждение? То, что он ёбнутый? Да. Ну, мы можем с тобой, знаешь, если нам сдонатят сейчас вот 10 тысяч, мы прям включаем любое видео Дугина и встаём с тобой, как у Соловьёва, к барьеру. Можем даже Twitch poll устроить. Хорошо, да, донатьте 10 тысяч, если хотите шоу. Чувак, он просто сумасшедший, совершенно сумасшедший, безумный человек, который живёт не то, что в вымышленном мире. Я, может, пытаюсь жить в вымышленном мире метамодерно, а он пытается жить в вымышленном мире Дугина и позиционировать себя как настоящего учёного. Хотя, вот, я, с точки зрения науки, делаю то же самое, что и Дугин. Сижу и пизжу. Я при этом не претендую на титул геополитика, блядь, ёпта, или какого-нибудь... Он точно так же, как и я, ничем не аргументирует, кроме своего пиздежа. Причём, бредни у него похлеще моих. Так что, уж кто-кто, а Дугин не гений. Мы можем дальше по списку пройти, там были ещё потенциальные гении. Чё-то мы зациклились на Дугине. Хайдеггер. Ну, может быть. Я о нём помню только из курса культурологии, как ни странно. Тут у меня есть пробел. А ты как считаешь? Гений, не гений? Мне очень не нравится Хайдеггер, поэтому скорее нет. Это в твой огород был закид, то есть, как бы не в мой. Твоя задача сообразить гению. Мне кажется, Хайдеггер очень сильно переоценён. А напомню, какая у него чё была, я нихуя не помню. Ну, там про дозайны всякие, вот это вот, с бытие и время. Скип. Скип. Следующий, блядь. Простите меня, не помню, как звали культурологичный. Тармаковский. Вот я, я не помню даже, как её звали, блядь. Не то, что там у Хайдеггера было. А он же говорил про закат, или это не он? Нет, это Шпенгер. А Шпенг, блин. Освальд, который, да. Только больше себя закапываю, всё, дальше. Скип. Тарковский. Вот Сталкер, у него крутая хуйня. Солярис, там, более-менее остальное. Ну, он просто зацикленный на себе мудак, типа, и на каких-то символах, типа. Сталкер это, ой, не Сталкер, а этот, блядь, какой. Тарковский, типа Куросала. Типа, если вы прям любите дрочащих на себя мудаков, то вы будете в восторге от Тарковского, Куросавы. Но если вас это напрягает, то вас будет напрягать пиздец. Хованский. Я не дрочащий на себя мудак. Нет, дальше в списке. А, ну это, конечно, я гений, да. Это скипаем однозначно. Я разъёбывать не буду. Ну, не знаю, вот ядерная братва. Так, следующий в списке Сармат. Ну, этот, конечно, не гений, тут разъёбывать не надо. Он обосрался, блядь, уже три раза за последние две недели, поэтому. Да. Так, Эльдар Багунов. Вот до периода сранья... Блядь, я когда-то... Что значит до периода сранья? Это русский Дэйд Линч, точнее татарский. А вот в какой-то момент он перестал снимать свои шедевры и стал просто срать на себя и свою тёлку и говно размазывать из доната. И он больше... Да, боги и постмодерны. Так, ну, дело в том, что я, короче, предлагал пять тысяч рублей Эльдару Багунову ещё много лет назад за то, чтобы вот... Мне нравились его диалоги. Типа, помнишь его вот эти фильмы? Призрак, вот эту всю хуйню, да? Или ты вообще не знаешь? Мне что-то из этого заказывали. Ну, типа, ладно, похуй, буду обращаться к зрителям, ты, очевидно, нихуя не... Ты бэткомедиан, ты не знаешь, хули я тебе говорю? Вот. Не, я сегодня увидел бэткомедиана, мне заказали и видел. Я захотел короткую такую историю из трёх неонуар-скетчей, типа, где... Ну, в духе детективов, где все говорят, все персонажи фразами Эльдара Багунова. Все до единого. Типа, чтобы именно прям Эльдар словами расписал, как он обычно делает. И чтобы прям я собрал всех блогеров, блять, всех своих корешей и сняли это профессионально, но смысл был в том, что все диалоги это именно в стиле Эльдара Багунова. И он меня морозил, блять, ёпта, месяц, а потом просто сказал... Да, чувак, похуй, скинул мне буквально три предложения, типа, вот оно идёт так и так и так. И говорит, мне, честно говоря, лень этим заниматься. А потом у него на следующий день вышла хуйня, скиньте мне, типа, две с половиной тысячи рублей, и я насру на сигну с вашим именем, типа, блять. То есть, я ему предлагал пять. Чувак, я не понимаю. Ну, то есть, смотри, пять раз он насрал, и всё, и у него твоя пятёрка отбилась. Не, я просто, я за творческую хуйню просто расписать. Эти же диалоги он и писал. Я, и ему вот, когда-то он был творцом, но когда люди стали платить ему по пятьсот, там, рублей, блять, за то, чтобы он насрал на кролик Блэка, он перестал стараться, блять. Я просто хотел пиздатой диалогии, это был бы так... Ты не понял, это новый этап его творчества, просто. Ну, типа, прикинь, как бы это было весело, просто, вот, Кузьма, Юлик, я, и все, там, тёлки какие-нибудь зачитывают диалоги именно Эльдара Бугунова. Вот как он их пишет, именно с его несвязанными словами, прямо слово в слово, блять. И это всё выглядит настолько кринжово, что, блять, но ему, конечно, проще срать на сигны, блять, ёпта, поэтому нет. Эльдар Бугунов не гений, он был, может быть, когда-то гением, но теперь он, блять, срёт на людей, блять, за донаты. Теперь он гений постмодерна. Так, Евгений Головин. Это модерна. Дальше, в том же списке Евгений Головин. Я не знаю, кто это. Ну, это вот основатель Южинского кружка, дубинская тусовка, не суть, забей. Так, Роман Сенчин. То есть, не знаю, кто это. Дальше, Достоевский. Ну, петух, мы это уже обсудили. А Ницше пил мочу. Ницше пил мочу, всё верно. Окончание сообщения. Здравствуй, Ежи. Как думаете, может ли Россия вновь стать великой? Какой путь России вы видите в будущем? От нынешнего положения дел у меня самая настоящая боль на сердце. Неужели лучшая Россия позади, и мы никогда не воспрянем? Можно ли вернуть ветв Романовых, которые были за СССР вов по скрипту? Здравствуй, Юра. Воздуха в грудь набрали. Мы стоим, а не пишут. Да, ну тупые. Мы стоим на краю пропасти, но мы готовы сделать решительный шаг вперёд. А-а-а, выдыхайте. Ну, в общем, чтобы в России всё было хорошо, нужно, чтобы к власти пришло какое-то национально ориентированное правительство и совершило те реформы, которые указаны в программе ARS, чтобы всё было хорошо. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова